Здесь изображена Елизавета в таком удивительном платье, в котором изображены вот эти фантастические твари и где они обитают, то есть такой здесь модный бестиарий, но это не совсем фантастический, если вы внимательно посмотрите, то в общем некоторых животных узнаете в лицо, почему они здесь появляются. Здесь на самом деле не только животные, здесь еще и растения, и опять-таки, зная особенности Елизаветинской эпохи, вы понимаете, что речь идет о языке символов, который в общем-то характерен для вот этого раздела искусства, для искусства английского ренессанса. Каждое из животных, оно здесь что-то значит, так же, как и значит изображение растений. И здесь, собственно, появляются опять-таки розы, про которые я обещала больше не говорить. Здесь появляются растения, напоминающие лилии, здесь появляется ирис, здесь появляется змея, змея – символ хитрости, стойкости, лебедь – символ верности своему отечеству, и каждое животное здесь действительно можно трактовать. То есть здесь с помощью этого платья, в общем-то, раскрываются нюансы, которые позволяют нам понять, какова она, Елизавета, каков ее характер, что она чувствует, о чем она думает, как она правит, и все здесь наилучшим образом раскрывается. Опять-таки изображение дано достаточно плоскостно, потому что, несмотря на богатый, роскошный интерьер, и на вот этот задник, и на ковер, на котором она находится, и на какие-то элементы мебели, все это выглядит, как вырезанные такие из плотного цветного картона декорации, на фоне которых она стоит, она достаточно себя неустойчиво в этом пространстве чувствует. Но это вот дань той традиции, из которой все это происходит, традиция северного возрождения, готика с ее любовью к деталям, к проработкам. Но здесь наслаивается еще несколько влияний, на самом деле, и здесь обязательно их нужно отметить. Ну, во-первых, это, конечно же, французский вектор, вектор французского искусства, который сюда добавляется, потому что между Англией и Францией существовали, во-первых, культурные мощные достаточно связи и политические, соответственно, соприкосновения. Это находило в культуре отражение, и в искусстве, конечно же, в первую очередь. Вот тот же самый Хиллиард, в его творчестве заметна французская традиция, потому что в это время на первое место буквально во Франции встает искусство рисунка Клоэ и много других художников, которые великолепно владеют карандашом, они очень тонко передают, изящно какие-то портретные характеристики тех или иных персонажей. И вот на это недолгое время график становится не просто искусством вспомогательным, оно становится важным аспектом французской культуры, и рисунок этого времени – это такая особая страница, которая бесспорно является одной из величайших страниц в истории французского изобразительного искусства. И вот как раз-таки эта тонкая любовь к деталям и пририсовкам, она родом из вот этой самой французской традиции, она нашла отражение в творчестве нескольких мастеров, в том числе того самого Хиллиарда, который, как я уже сказала, воспитал Плеяду. Учеников, которые продолжили дело своего учителя.